Получить сразу несколько тысяч государственных услуг, не выходя из дома, не отрываясь от компьютера. Такую возможность дает портал госуслуги.ру. Сегодня решать многие проблемы, связанные с госучреждениями, можно через интернет. Бумаги уходят в прошлое. Этот сайт создан для того, чтобы свести к минимуму траты времени и освободить вас от очередей сбора документов и справок. Здесь, на государственном портале, вы можете напрямую и без лишних хлопот воспользоваться услугами и даже контролировать их выполнение. Госуслуги теперь прозрачны, как никогда. Понадобилось ли вам получить загранпаспорт, оплатить штрафки БДД или оформить получение материнского капитала? Вы можете сделать это, не выходя из дома. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг. Зайдя на сайт госуслуги.ру, есть там кнопка регистрация, человек входит туда и, в принципе, есть пояснение, какие документы ему необходимо приготовить для регистрации. И достаточно, если под рукой все эти документы есть, то буквально несколько минут потребуется на то, чтобы заполнить формы. Некоторые горожане уже ощутили на себе все преимущества электронного документа оборота. Получить загранпаспорт, используя только интернет, удалось Евгению Рысухину. Я вошел на сайт, выбрал услугу, ввел все данные, которые необходимы для услуги. Мне на электронный адрес пришло письмо, где было назначено дата и время, когда меня примут с оригиналами документов. Я подошел к определенному назначенному времени, меня сфотографировали, приняли оригиналы документов. Получить паспорт, записаться на прием к различным специалистам, отчитаться перед налоговой или пенсионным фондом – все это можно сделать через сайт. Что касается муниципальных услуг, то их пока три. Первая услуга – это постановка жителей города в качестве нуждающих через сайт. Вторая услуга – это получение информации об очередности для получения данной услуги. И третья услуга – это перевод жилого помещения в нежилое. Для доступа к большему количеству различных услуг создана универсальная электронная карта, которая в будущем заменит бумажный паспорт. Карта будет содержать всю необходимую информацию о владельце, достаточную для оформления любых документов. Перечень приложений электронного паспорта будет зависеть от субъекта России. С помощью данной карты можно оплачивать и получать такие услуги, например, как услуги, которые относятся к обязательному медицинскому страхованию, контролировать с помощью этой карты посещаемость школы, успеваемость ребенка, также оплачивать услуги банковские, то есть, например, жилищно-коммунальные хозяйства, налоги, штрафы. Получить электронную карту можно в отделении Сбербанка России. Оценить ее преимущество пожелали пока только семь губкинцев. Екатерина Склюева, Ильша Дракаев, Сергей Макарчан, Новости Губкинского.